Путин готов к мирным переговорам. Разбираемся, что это значит. Агентство Reuters сообщило, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мир на Украине по нынешней линии фронта. Четыре российских источника уверены, что он готов вести специальную военную операцию и дальше, если власти Украины и Запад не отреагируют на мирную инициативу. Путин огорчен тем, что Запад торпедирует мирные переговоры, а президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией. Возможно, продолжение СВО или же ее заморозка на существующих границах. Назначение министром обороны экономиста Андрея Белоусова позволяет говорить о переводе экономики на военные рельсы, чтобы Россия могла выиграть войну на истощение. Опять же, российская экономика находится на подъеме, и этот импульс можно использовать для развития. Для этого нужен мир. У России есть заметные успехи на фронте. Наша победа неминуема, однако массированное наступление потребует новой мобилизации, что является непопулярной мерой. Если заключение мира невозможно, пока Владимир Зеленский занимает кресло президента, то его легко можно обойти. Полномочия украинского лидера истекли. Его отодвинут, если Москва и Вашингтон заключат большую сделку. СВО может остановиться на нынешней линии фронта. Россия приросла исконными территориями. Большим успехом является получение сухопутного коридора в Крым. Опасность на границах России ликвидирована. Правда, необходимо, конечно, территории четырех новых регионов освободить полностью. Источники Reuters сообщают, что в феврале США отклонили предложение Путина о мире. Россия неизменно будет продвигаться дальше, методично перемалывая украинскую оборону. Оружие и поддержка Запада тоже иссякают. Победа России – лишь вопрос времени. Война со странами НАТО в планы российского руководства не входит. Президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам. Только они должны вестись с учетом успехов, достигнутых на земле. Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Но пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Пока можно сделать выводы, что если мирные переговоры начнутся, Россия будет их вести с позиции сильного. Наступление продолжается, прекращение огня может быть достигнуто к Парижской Олимпиаде, которая стартует 26 июля. К решению вопроса будут привлечены Франция и Китай. Франция